Всем привет! В сегодняшнем видео уроке я вам хотела бы показать, как делать вот такой замечательный цветочек. В качестве украшения его можно сделать в качестве брошки, так же как украшение на платье, на шапку и так далее. В общем, вот такой цветочек делается из минимум затрат пряжи с помощью вытянутых петелек. Пряжу желательно использовать потолще, но в принципе, если будете делать из тонкой пряжи, просто нужно сделать побольше рядочков. Сюда вы можете пришить шпилечку, либо какую-то булавочку и вот такая замечательная брошечка украшения у вас получится. Для цветочка вам понадобится пряжа. Я взяла Ализе Лана Голд остаточки, либо можете взять Ализе Макси, ну то есть та, которая побольше. Также вам понадобится крючок. Чем больше, тем лучше. Я взяла четверочку, в принципе, мне будет достаточно. Теперь берем нашу ниточку и делаем кольцо Амигуруми. Далее закрепляем его, но не туго. И в него, опять же не туго, набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее придерживаем последнюю петельку и стягиваем наше колечко. Первый ряд окончен. Второй ряд. Будем делать прибавление. В каждый столбик провязываем прибавочку, то есть в каждую петельку провязываем по 2 столбика без накида. Итак, в первую петельку провязываем первый столбик без накида. А теперь, начиная со второго столбика первой петельки, мы будем делать вытянутые петельки. У вас всегда рабочая нить, в принципе, натянута на вот этот указательный палец левой руки. Теперь присоединяете большой палец к лязанию и ложите его под ниточку. Тем самым вытягиваете петельку. Вот как бы ложите и далее вяжете. Вот, смотрите, еще раз покажу. Большой палец сложите под ниточку и в эту же петельку провязываете столбик без накида. Таким образом вы как бы задержали ниточку на пальчике и сделали вытянутую петлю. Следующую петельку снова вяжем. Захватываете ниточку и вяжем столбик без накида. Тем самым, видите, вы снова задержали ниточку, сделали вытянутую петлю. И в эту же петлю делаем прибавку. То есть провязываем еще раз столбик без накида с вытянутой петелькой. И так далее. Вытягиваем петельку и провязываем столбик без накида в одну петлю. И столбик без накида сюда же. Теперь снова столбик без накида с вытянутой петлей в следующую петлю. И сюда же прибавку с вытянутой петлей столбик без накида в второй. Теперь снова вытягиваете петлю и столбик без накида один раз, столбик без накида с вытянутой петлей второй раз сюда же провязываете. И последнее прибавление, столбик без накида, сюда же столбик без накида с вытянутой петлей. То есть перед тем, как вязать столбик без накида, просто задерживаете большим пальцем, делаете петлю. Вот как вы видите, первый ряд у нас провязался с вытянутыми петлями. Теперь у нас провязывается третий ряд вязания. То есть сейчас мы будем чередовать столбик без накида в следующий прибавка. Столбик без накида в прибавку. Я сейчас буду считать сразу. У нас получится 18 петель. То есть если мы будем вытягивать, чередуя столбик без накида по прибавке, у нас получится 18 петель вытянутых. Итак, начинаем. Под ниточку ложите пальчик один столбик, в следующую прибавочку второй столбик и сюда же третий столбик, вытягивая петельки, не забывайте. Теперь снова столбик провязываем просто, вытянутые петельки, это четвертый получается. И опять снова вытягиваете петельки в следующую, пятый вытягиваете, сюда же шестой. Снова чередуете, просто седьмой столбик с вытянутой, восьмой и девятый это прибавка, восьмой и сюда же девятый. Десятый просто столбик. Одиннадцатый, двенадцатый это у нас прибавка. Далее, сейчас прибавочку сделаем, будет немножечко неудобно, вы постарайтесь. Мы же хотим, чтобы у нас получился красивый цветочек. И так далее, тринадцатый отдельно, далее четырнадцатый, пятнадцатый вяжем, четырнадцатый и вытягиваем сюда же пятнадцатый. Далее вытягиваем отдельно шестнадцатый и последняя прибавочка, семнадцатый, сюда же восемнадцатый. Как вы видите, нужно постараться хорошо, чтобы у нас получилось. В принципе, если вам нужен небольшой цветочек, то вам будет достаточно два ряда. Если же вам нужен побольше красивый цветочек, пышный на шапочку или там куда-то красивенький на жакетик, продолжайте. Вяжем четвертый ряд. Четвертый ряд мы будем чередовать два столбика без накида, прибавочка, два столбика в одну петельку. Итак, начинаем вытягивать снова первый столбик, второй столбик, третий и четвертый вяжем в одну петлю, три, сюда же четыре вытянуты, пять, шесть вяжем отдельно столбиками, пять, шесть вяжем отдельными столбиками. Далее, семь, восемь, прибавка, семь, сюда же восемь, это прибавка. Далее, девять, десять отдельными столбиками. Девять, отдельно десять. Одиннадцать, двенадцать, это у нас прибавка. В один столбик вяжем два столбика без накида. Далее, тринадцать, четырнадцать вяжем отдельными столбиками. Далее, пятнадцать, шестнадцать, это прибавка. Пятнадцать, сюда же шестнадцать. Далее, семнадцать, восемнадцать вяжем отдельными столбиками. Семнадцать и восемнадцать отдельными столбиками. Девятнадцать, двадцать, это прибавка. 21 22 отдельными столбиками 21 22 23 24 это прибавка и так мы провязали с вами 4 рядом как вы видите получается уже довольно таки пышненький красивый цветочек 5 ряд теперь чередуем 3 столбика без накида прибавка 3 столбика без накида прибавка и так вяжем 1 столбик 2 столбик 3 столбик 4 5 это у нас прибавка 45 теперь вяжем шестой столбик 7 8 а затем прибавка 9 10 в 1 в одну петелечку 2 столбика вяжем 9 и 10 теперь далее 11 12 13 это столбики отдельные 14 15 это прибавка 13 14 15 в 1 столбик 2 столбика без накида с вытянутыми петлями теперь 16 17 18 это столбики 19 20 это прибавка 19 20 вяжем в один столбик 21 22 23 это отдельные столбики 22 и 23 24 25 это прибавка 24 сюда же идет 25 26 27 28 это отдельные столбики 3 столбика а 29 и 30 это последняя прибавка 29 и 30 делаем соединительный столбик в соседнюю петельку и вытягиваем ниточку здесь если хотите обрежете но можно оставить ниточку для пришивания либо можете в качестве брошки сделать вот такой замечательный цветочек с вытянутыми петельками можете подправить все петельки чтобы они у вас красиво легли и были аккуратненькие теперь берете пуговку или что у вас там красивенькая серединка вставляете вовнутрь здесь можете пришить ее вот вставляете вот так вот серединочку вашу замечательно а с внутренней стороны видите получается довольно таки аккуратненький кружочек сюда вы можете пришить булавочку в качестве брошки сделать вот такой цветочек либо просто пришить какой-то поверхности куда вам нужно украшение в общем ваш цветочек окончен если вам понравился мой видео урок ставьте лайки подписывайтесь на мой канал всем ровных петелек пока пока